Вопросы задавать можно, понимаете, и отвечать, наверное, нужно, но, вы знаете, я в сути не знаю, там, какие репрессии там были против этого канала и прочее, но всегда встать надо на место этого начальника. Ну, на место этого начальника, ну, представьте, а может быть, ну, не знаю, вот у меня вот все-все-все-все дяди, все мужское поколение у меня в роду моем, и по материнской линии, и по отцовской, все офицеры, все казаки, и мама мечтала, чтобы я был военным, понимаете? Ну, и вот представьте, вдруг мне бы сказали, вот, а может быть, зря твои дяди воевали и в лагерях сталинских сидели? Ну, что я могу сказать? Зря или не зря? Я горжусь тем, что у меня дяди прошли войну, мама у меня всю войну прошла в железнодорожных войсках, была контужена. Вы понимаете? И вот скажут, а зачем ей бабе на фронт было идти? А она пошла. Вы понимаете, ну, как бы я поступил? Да, наверное, бы по морде дал человеку, вы понимаете? А в чё это она попёрлась-то? Могла ведь и не идти. Тогда, а кто же отечество будет защищать? Меня на 28-м году в армию призвали, в Таманскую дивизию. Я мог не идти, до 27 лет в армию забирают. Но я пошёл и не жалею. В Таманской дивизии пулемётчиком был. Понимаете? И мне вдруг говорят, а чё ты попёрся-то? Зачем попёрся-то бегать с пулемётом в 27 лет? А я попёрся. Потому что есть долг, есть честь, есть какая-то, я не знаю, граница воспитанности, что ли, отечество. Мы много говорим, там, о патриотизм, там, отечество. А что это такое, никто не знает. А оно здесь вот живёт и всё. Ведь Александр Матросов мог ведь и не закрывать своим телом дзот. А он пошёл и закрыл. Значит, сколько-то людей спас. Значит, поступок геройский. Значит, что-то сделал. Талалихин пошёл на таран. Мог ведь облететь, наверное, этот самолётик. А он пошёл на таран. Понимаете? Так что тут, знаете, это какая совесть. И кто как воспитан. И во имя чего служить, вы знаете.